Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного соянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Смотрите в этом выпуске. Пособия по безработице увеличены. Началась выдача сухих пайков для школьников. С начала противопожарного режима спасатели патрулируют территорию города. Школьники учатся в дистанционном режиме. Встречаем Пасху в режиме карантина. 15 апреля в правительстве области прошел оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей строго соблюдать режим самоизоляции и не подвергать риску здоровья своих детей. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей строго соблюдать режим самоизоляции и не подвергать риску здоровья детей, выходя вместе с ними в общественные места без веских причин. Это заявление глава региона сделал 15 апреля на заседание оперативного штаба по предотвращению распространения на территории области коронавируса. В Иркутской области индекс самоизоляции 15 апреля достиг рекордно низкого значения 1,9. На улицах стало много людей, гуляют дети, в том числе без присмотра родителей. Игорь Кобзев подчеркнул, что среди заболевших в области шестеро несовершеннолетних, при этом не все они прибыли из других регионов. Несколько человек заболели после контактов с инфицированными. В обсерваторах на карантине находится сейчас 44 ребенка. И мы не знаем, какие последствия могут быть у коронавируса. И поэтому я сегодня обращаюсь ко всем родителям. Именно в наших, повторю, в наших силах сохранить жизнь ребенку. Не уходить с ними на улицы без крайней нужды, приучать ребенка пользоваться средствами защиты, держать под контролем все контакты. По данным оперативного штаба в Приангаре на сегодняшний день количество заболевших 49 человек. Госпитализировано 43 пациента, выздоровело четверо. Затронуто 9 административных территорий области. Больше всего случаев заражения в областном центре. В списке субъектов Сибирского федерального округа сегодня на первом месте по количеству зараженных Красноярский край 131 человек. В Новосибирской области 53, в Алтайском крае 48 заболевших. Эксперты дают предварительный прогноз. Пик эпидемии еще не пройден, поэтому необходимо соблюдение режима жесткой самоизоляции. Между тем, по данным предоставленным группой материально-технического снабжения, в аптечных сетях региона средства индивидуальной защиты в наличии имеются. В одном только Иркутске в продажу поступило 480 тысяч масок. Максимальная выплата пособия по безработице составляет более 12 тысяч рублей. Минимальная выплата назначена на уровне полутора тысяч. Такие меры по увеличению максимальной выплаты пособия до уровня минимальной оплаты труда приняты в связи с ситуацией с коронавирусом. Саинский центр занятости за текущий год обратилось более 200 граждан, из них 165 признаны безработными, 132 получают пособия по безработице. 46 процентов горожан, состоящих на учете и признанных безработными, получают максимальное пособие, которое по указу президента Владимира Путина в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране увеличено. Максимальные выплаты доведены до минимального размера оплаты труда 12 тысяч 130 рублей. Так как пособия по безработице выплачиваются с учетом районного коэффициента 12 130 и районный коэффициент, пособия в южных районах Иркутской области составляет 14 556 рублей, северные районы 15 769 рублей. В настоящее время перерасчет пособия гражданам, получающим пособия, произведен в беззаявительном порядке. Из представленных 800 вакансий, 540 вакансий от иностранной рабочей силы 69 квотированы рабочие места. Информация по организациям о сокращении работников в связи с коронавирусной инфекцией в Центр занятости города Саянска не поступала. Одна организация у нас подала сведения о введении режима неполного рабочего времени на 52 рабочих места. Численность работников, находящихся в простое с введением карантина, это 49 человек, три организации на территории города Саянска. На временной удаленной работе в связи с введением карантина у нас работают 458 человек из восьми организаций. В период кризиса обращаемость граждан в Центр занятости значительно возросла. Несмотря на карантинные меры, предоставление государственных услуг продолжается в очной и дистанционной форме, работает горячей линия. На медицинских работников Саянска в период самоизоляции легла огромная нагрузка. Все лечебные учреждения города работают в режиме экстренной помощи. В связи с распространением коронавируса в городской больнице действует особый режим работы в период самоизоляции. Временно отменяются все профилактические осмотры и диспансеризации. Также саянцам не смогут выписать направление в санаторий или на курорт. В настоящий момент наша больница работает в режиме оказания неотложной и экстренной медицинской помощи. Вся плановая работа перенесена на поздний период после окончания режимов самоизоляции в нашей стране. Уже приостановлен плановый прием и запись на консультации не экстренных пациентов. Работа медучреждений переориентирована на полноценное обеспечение отложных и экстренных вызовов на дому. Всем обратившим в нашу поликлинику на первом этаже нашей больницы проводится термометрия, обработка рук. Все температурящие пациенты направляются в кабинет для пациентов с температурой. В дальнейшем работа эта проводится для того, чтобы ограничить пациентов, разграничить пациентов с температурой и здоровых пациентов. Саянцам старше 60 лет идти в поликлинику не нужно. Медики в случае необходимости самостоятельно приедут на дом. Это также касается всех, кто страдает хроническими заболеваниями бронхолегочно-сердечно-сосудистой и эндокринной систем, у кого излокачественное новообразование, а также беременных. Саянские школы начали выдавать продуктовые наборы для учеников, которым положено бесплатное питание. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей. Сейчас все школьники находятся дома на самоизоляции. Поэтому ученики, которые бесплатно питались в школе во время обучения, сегодня бесплатно получают поддержку в виде сухого пайка. Мы выдаем за 9 дней, с 7 по 17 число. Буквально вчера был подписан закон 34 ОЗ, который предполагает, что с 6 апреля ребята должны вот таким сухим пайком получать питание. Поэтому, когда мы следующую партию будем выдавать, за следующие две недели мы этот день туда посчитаем. В общей сложности такую помощь получат 1088 детей Саянска из категории малообеспеченных. В продуктовый набор входят чай, сахар, какао, макаронные изделия, крупа, рыбные или мясные консервы, сгущенное молоко, растительное масло, печенье, сок. Состав сухого пайка может быть разным, но ценность его должна соответствовать сумме, выделяемой на питание. В пятницу мы планируем выдачу сухих пайков ребятам с ограниченными возможностями здоровья детям-инвалидам, которые уже питаются по линии поддержки. Мы эти деньги получаем из Министерства образования. Поставщики питания доставляют необходимое количество продуктов во все образовательные учреждения города, где учителя сами формируют наборы. Родители учеников, получив сообщения, с паспортом приходят их получать в те школы, где обучаются их дети. Я очень благодарна, что моему внуку дали паюк, что правительство заботится. Мама его одна воспитывает, живет он с нами, конечно, помогаем мы им, но и правительство не забывает. В состав всех наборов входят продукты, рекомендованные Роспотребнадзором для школьного питания. С введением на территории региона с 10 апреля особого противопожарного режима сотрудники МЧС создали специализированные группы и определили для них маршруты патрулирования. С введением на территории Иркутской области особого противопожарного режима спасателями Саяно-Земинского региона установлено дополнительное требование безопасности, которое подразумевает множество ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Проведена работа по составу патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп, и также распределены их маршруты патрулирования. Соответствующие постановления уже отдела МГОЧС подготовлены. В рамках заключенного соглашения с ЭДДС оперативная информация об изменениях погодных условий будет доводиться до ЭДДС. ЭДДС, соответственно, уже пониже спускаешься, будет доводиться до руководителей предприятий, учреждений. Мы прекрасно понимаем, что это очень важно. Важно знать усиление ветра на самый основной момент в этом деле. Уже созданы специализированные мобильные группы, назначенные ответственные лица, которые в случае возникновения любой нестандартной ситуации должны принимать необходимые меры быстрого реагирования. В круглосуточном режиме, чтобы они были на телефонах и готовы в любую минуту, час-полтора, по требованию руководителя тушения пожара, прибыть для ликвидации каких-то пожаров, чрезвычайных ситуаций. Также руководителям учреждений и всем предприятиям города рекомендую провести так называемые субботники по уборке прилегающей территории, убрать весь сгораемый мусор. Ни в коем случае этот мусор не сжигать на территории города Саянска, только путем вывоза. В настоящее время спасатели проводят рейды в лесных массивах. Под особым контролем также садово-дачные кооперативы, где саянцы после зимы начали наводить порядок, несмотря на запрет сжигать мусор и прошлогоднюю сухую растительность. Всех нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности. Каким вы хотите видеть бульвар вдоль улицы Советской? До 20 апреля саянцы могут предложить свое введение благоустройства центральной улицы города. Территория. Здесь и горка, и резиденция Деда Мороза, и фонтан. И вот что бы мы хотели, как бы мы хотели видеть нашу улицу, чтобы она... Потому что здесь много пустырей, много как бы улица незавершенная, незаконченная. Нет цельности пока у нее, но это естественно. Город молодой, город строится. Саянск в очередной раз принимает участие в конкурсе малогородов и исторических поселений на лучший проект по созданию комфортной городской среды. Горожане могут предложить свое видение благоустройства бульвара вдоль улицы Советской и других достопримечательных мест города, став участником специализированного опроса, предложенного на сайте городской администрации. Рассказала о очень многих идеях городского благоустройства, которые не только улицы Советской касаются. Ну, например, многие горожане мечтают о том, чтобы в городе была вода. Почему у нас фонтан так привлекателен? У нас в городе есть условия для создания водоемов. Это известно. Есть старожилы, которые помнят, что в районе 7-8 метрорайона было озеро, в котором плавали на лодках, ловили рыбу, там были кувшинки. И называлось, кстати, это озеро Тальяны. Также достойна внимания Уланская горка и Утиное озеро, считает собеседница. Еще один объект, который меня давно беспокоит, и, естественно, это не по силам нашему волонтерскому центру, и никакие гранты мне не могут помочь в этом, это объект архитектуры, можно смело сказать архитектуры, пусть малых форм, который находится возле 69-го дома. Вот эта старая советская агитплощадка. Она сохранилась, слава Богу, до наших дней. Но ребята, архитекторы, ну, живо заинтересовались этим проектом. Сбор предложений рисунков или схем проводится до 20 апреля. В анкете горожане могут выразить свое мнение о благоустройстве Саянска. Например, многие хотят сохранить в городе Багульник. О будущем надо думать, чтобы было интереснее, радостнее, уютнее жить в городе и нам, и следующим поколениям. Во время карантина кто-то остается дома, а кто-то продолжает нести свою службу. И речь идет не только о врачах и эпидемиологах, но и о сотрудниках полиции, которые осуществляют охрану правопорядка на улицах города. Именно полицейские, те сотрудники, кто охраняет порядок городов, а теперь еще и следят за соблюдением карантина на улицах. Ежегодно только в Саянске полицейские раздают около сотни специализированных листовок с предупреждением. Сотрудники полиции ориентированы на то, чтобы разъяснять вам данные положения, чтобы вы оставались дома, чтобы ваши дети не гуляли без присмотра. Законодателям сейчас введена административная ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях, статья 26.1. Штрафы достаточно большие, составляют вплоть до 30 тысяч рублей. В первую очередь для сотрудников полиции в рамках контроля соблюдения саянцами требований указа о самоизоляции прописан порядок действий при выявлении нарушителей, а также то, какие объекты они должны патрулировать в первую очередь. Это детские спортивные площадки, открытые теннисные корты и площадки для воркаута. Как мы, так и сотрудники полиции ориентированы на то, чтобы донести для вас, что надо просто оставаться дома, не гулять без причин. Мы не настроены и не намерены привлекать вас к административной ответственности. Мы хотим вам донести позицию губернатора о том, что сейчас такое положение, которое надо остаться дома. Полицейские предупреждают саянца. В случае нарушения режима самоизоляции их могут привлечь к административной ответственности. Саянские школьники остаются в режиме дистанционного обучения. Работать в таком режиме сложно всем – и детям, и родителям, и учителям. Вот уже третью неделю саянские школьники находятся на дистанционном обучении. В образовательных учреждениях непривычная тишина. В режиме самоизоляции большинство преподавателей работают дома и с помощью гаджетов общаются со своими учениками. Дистанционное обучение подразумевает самостоятельную работу детей на основе той системы заданий, которую разрабатывает педагог. И здесь ребенок может использовать любой ресурс. Это может быть учебник, это может быть какая-то платформа. Задача педагога – ограничить все-таки эти ресурсы. Учителя настаивают на том, чтобы основным источником информации для ученика являлся учебник. Тем более, что долговременное просиживание у гаджетов негативно влияет на здоровье детей. К родителям же у преподавателей одна просьба – не выполнять задания за своих школьников. А при возникающих затруднениях обращаться с вопросами к учителю. Благо, обратная связь существует. Сегодня преподаватели осваивают новые формы дистанционного обучения. Платформа Zoom, которая позволяет организовать онлайн-конференцию с ребятами, пригласить их и организовать какое-то взаимодействие. В таком формате преподаватель может одновременно работать вместе с целым классом. На уроке в режиме реального времени ребенок может задать вопрос, и ответ на него будут слышать все участники онлайн-конференции. Одной из сложностей, с которой столкнулись участники дистанционного обучения, стало неконтролируемое выполнение школьниками заданий. Несмотря на то, что расписание уроков на неделю никуда не делось, выполнять и отправлять готовые работы дети не спешат, откладывая все на потом. Для того, чтобы процесс дистанционного обучения не был таким болезненным, все-таки режим дня нужно сделать максимально приближен к учебному дню. То есть вставать ребенку не в обед и ложиться спать не в час и не в два ночи, но хотя бы вставать к восьми. Нужно выйти в электронный дневник, увидеть задания на весь день, и неважно, любите вы этот предмет, не любите делать все задания, которые запланированы на этот день. Врач-эпидемиолог Саянской городской больницы Ксения Волокжина рассказала нашей съемочной группе о правильном использовании масок. Медицинские маски используются для защиты нашего организма от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Существует два вида масок – одноразовые и многократного использования. Чтобы средства защиты были эффективны, их нужно правильно использовать. Одногоразовую маску нельзя носить более двух часов. Если вы возьмете одноразовую маску, ее нужно правильно одеть. Прежде всего нужно определиться, какой стороной ее одевать. Если она имеет цветную сторону, цветной стороной одеваем наружу, белой стороной одеваем вовнутрь. Еще, если вы обратите внимание, у маски вверху есть пластинка. Пластинка одевается вверх. Для того, чтобы вирусы не проникали под маску, необходимо плотно прижать пластинку к лицу по форме носа. Затем расправить складки так, чтобы были закрыты нос, рот и подбородок. Если вы используете такую одноразовую маску, ни в коем случае нельзя дотрагиваться до ее фильтрующей поверхности. Если вы дотронулись до фильтрующей поверхности, необходимо сразу провести обработку рук. Снимать маску нужно за веревочки, не дотрагиваясь за возможно зараженную фильтрующую поверхность. После использования ее нужно утилизировать. Многоразовая марлевая маска. Она состоит из четырех слоев марли. Размеры могут быть разные. В среднем это 25 на 15 сантиметров. Такую многоразовую маску можно изготовить самому. Она должна завязываться на затылке и обязательно плотно прилегать к лицу. Преимущество такой маски в том, что ее допускается использовать в течение четырех часов и можно стирать. После обработки моющим средством маску необходимо прогладить утюгом. В период ограничительных мер по коронавирусу специфику работы вынуждены присмотреть и ритуальные службы. Рекомендовано не приглашать на похороны большое количество людей, приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Ограничения общественной жизни, которые введены в условиях пандемии, касаются и церемонии прощения с умершими. Согласно новым правилам проведения ритуальных обрядов при похоронах, в честности в помещении не допускается большого скопления людей, у персонала обязательно наличие защитных масок и перчаток. Каждые три часа мы точно так же проводим санобработку антисептиком, протираем все дверные ручки, рабочие поверхности, все это следим за всем. В ритуальном зале у нас по требованию местной администрации висят объявления, которые знакомят наших клиентов с тем, что одновременно при проведении погребения, проведении церемонии прощания в зале, в зале должны находиться одномоментно не более 10 человек, а на всей церемонии, на похоронной церемонии должно присутствовать не более 50. В специализированной машине установлена бактерицидная лампа, проводится регулярная дезинфекция транспорта. Саянских случаев заражения, тем более смертей от коронавируса нет. В других же населенных пунктах хоронят умерших от коронавируса в закрытых гробах, распространяется и общий запрет для окружающих, покидая свои дома без экстренной необходимости. Это значит, что не у всех и не всегда есть возможность проводить человека в последний путь. Саянский благотворительный фонд, мэр Олег Боровский и жители города откликнулись на просьбу мамы Вадима Долгополова помочь ей приобрести для сына велосипед. Жительница Саянска Ольга Долгополова, мама двоих милых мальчуганов. Старшему Максиму 6 лет, а младшему Вадиму 30 апреля исполнится 5. Вышло так, что у Вадима ДЦП. Сделано несколько операций и теперь ему нужно разрабатывать ножки. Ходим на пяточках, потихоньку, с маминой, все это с маминой помощью. И как-то вот нам выдал комплексный центр, выдали велосипед тренажерный. Мы дома также тренируемся на велосипеде, я ему ножки разрабатываю. Вадиму, как и любому мальчишке, хочется кататься на велике по улице. И чтоб ветер в лицо, и чтобы рядом с ним ехали его друзья и брат. Но так как воспитывает сыновей мама одна, приобрести его ей самой не под силу. Поэтому она обратилась за помощью в Саянский благотворительный фонд. Директор фонда Полина Сурина выложила объявление о сборе средств в соцсети. Одним из первых откликнулся сразу мэр, сказал, что нужно найти велосипед, который подойдет Вадиму, и он его оплатит. Далее очень много человек, порядка, наверное, 40 человек откликнулись, которые именно финансовую помощь оказали. Деньги шли, вот честно, до двух часов ночи. Саянцы присылали кто сколько мог. В итоге набралось более 25 тысяч рублей. Эти средства без сомнения пригодятся семье. Тем более, что Вадиму очень нужна ортопедическая обувь, которую выделяют раз в год, а снашивается она очень быстро. Эти средства я потрачу обязательно. Мы поедем в Сосновую горку и все это на реабилитацию. Но помимо реабилитации мы также посетим больницу иркутскую для обследования. Радует, что в нашем городе живут такие добрые и отзывчивые люди, которые всегда отвлекаются на просьбы о помощи. А Вадим получил желанный подарок своему первому юбилею. Красим яйца печем куличей и наводим порядок в доме. По традиции в чистый четверг полагается готовиться к Пасхе. Священники напоминают, чистота помыслов в эти дни гораздо важнее культа уборки и забывать об этом недопустимо. Чистый четверг наполнен радостным предвкушением. Совсем скоро наступит главный православный праздник. Поэтому труд в этот день в радость. В виде к большому событию нужно как следует подготовиться. Очищение – главный смысл этого праздника. Следует искупаться и провести генеральную уборку в доме. Считается, кто Пасху в Горизе встретит, у того весь год будет полон неприятностей, ссор и разочарований. Убираться, яйца красить. Ну а что больше делать? К Пасхе готовиться. Мы его всю жизнь празднуем. С детства, с мамой, с папкой, еще с деткой, с бабкой. Уже стало рано утром, полы помыла, прибралась стирка. Теперь бегу. Ну, в горизонте надо мне узнать новости, потому что сама на заводе работала, мне хочется знать. Это праздник божественный. Все должно быть чисто, подобрано, все углы подчищены. К Пасхе готовимся. Плохая примета – оставлять в этот день немытую посуду, замоченное, но и стиранное белье. В четверг перед Великой Пасхой принято красить яйца и начинать готовить праздничные куличи. Если первый приготовленный семью кулич получится мягким и румяным, это к добру и удаче. Согласно приметам, если четвертый день Страстной Седмицы выдохся солнечным, к теплой и ясной весне. В этот день хорошая погода, к семейному счастью и благополучию, дождливо, холодно и ветрено, к такой же погоде всю оставшуюся весну. Пасха, светлое Христовое воскресенье – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В нынешнем году православные будут встречать Пасху в условиях карантина. В епархии Русской Православной Церкви разосланы рекомендации относительно организации совершения богослужений в день Светлого Христового Воскресения и в пасхальный период. Духовинство монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и праздника Пасхи. Напоминается, что по слову Святейшего Патриарха прихожане призываются понести эти временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Мы призываем всех верующих соблюдать установленный властями режим самоизоляции, с пониманием к нему относиться. И особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями. Мы призываем всех по возможности оставаться дома и не нарушать санитарные требования властей. В храме Саянска, как и во всех храмах Саянской епархии, мерам, принимаемым для обеспечения эпидемиологической безопасности, в эти дни уделяется особое внимание. Согласно инструкции Священного Синода, в церквях и храмах проводятся меры санитарного характера. Помещения и предметы обрабатываются дезинфицирующими растворами, соблюдается социальная дистанция, используются средства индивидуальной защиты. В субботу 18 апреля пройдет благословение окропления святой водой Пасхальной Снеди на прихрамовой территории с 14 до 18 часов. Пасхальную ночь тоже будет ограничено посещение Кафедрального Благовещенского храма. Праздничное богослужение в храме начнется крестным ходом вокруг храма в полночь на 19 апреля. Желающие встретить светлое Христовое воскресенье в храме будут оставаться на прихрамовой территории, где будет организована аудиотрансляция богослужения. Для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, из всех храмов Иркутской области с 0 часов 19 апреля в интернете будет осуществляться видеотрансляция пасхального богослужения. Учитывая, что призыв оставаться дома относится и к пасхальным дням, те, кто не будет иметь возможности прийти в храм, могут посмотреть эту трансляцию. Прихожанам Кафедрального Благовещенского храма, желающим причаститься в дни празднования Христового воскресенья, необходимо заранее сообщить об этом в Православную службу помощи Милосердия по телефону 8 950 111 0563. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин